Привет, друзья! Сегодня будем продолжать разбирать сериал Wednesday. Как вы и проголосовали, сначала будем смотреть видео без субтитров, а потом с субтитрами и параллельно разбирать. Поехали! Будем смотреть небольшими отрывками, чтобы YouTube меня не наказал и не заблокировал видос. Смотрим субтитры. Wednesday is certainly a unique name. У нее, кстати, британский акцент. Wednesday is certainly. Wednesday определенно a unique name. Unique name. Уникальное имя. Wednesday – определенно уникальное имя. I'm guessing it was the day of the week you were born. I'm guessing – это я предполагаю. It was the day you were born. Это был день, когда ты родилась. Ну, Wednesday – это среда. I was born on Friday the 13th. I was born on Friday the 13th. Я родилась, I was born on Friday. Не забывайте, что с «он» используется, когда мы говорим про дату. On Friday the 13th. Я родилась в пятницу тринадцатую. Her name comes from a line from my favorite nursery rhyme. Her name comes from a line. Her name, ее имя, comes from, comes from. Her name comes from. Ее имя происходит от. A line. A line – это строка. From my favorite nursery rhyme. Из моей любимой nursery rhyme. Nursery rhyme – такой детский стишок. А вот вам еще. Фотка. Не знаю, насколько подходит. Her name comes from a line from my favorite nursery rhyme. Ее имя происходит из строчки моего любимого детского стишка. Wednesday's child is full of woe. Wednesday's child is full of woe. Я вам сейчас сюда закину это стихотворение. Можете даже попробовать перевести его. Wednesday's child is full of woe. Be full of woe. Woe – это у нас скорбь. Be full of woe. Быть наполненным скорбью. Быть полным вообще. Ну, тут наполненным. Быть наполненным скорбью. Грустный Сэм. Wednesday's child – ребенок, рожденный в среду. Полон скорби. Я, кстати, родился в среду. В 88-м году. You always had a unique perspective on the world, Morticia. You always had a unique perspective on the world, Morticia. Always had a unique perspective. Здесь у нас интересное выражение. Had a unique perspective. Мы его запишем чуть-чуть по-другому, чтобы вам легче было его потом спорегать. Have a unique perspective on – иметь уникальный взгляд на. Тут он the world – на мир. У тебя всегда был уникальный взгляд на мир, Morticia. Did your mother tell you we were roommates back in the day? And you graduated with your sanity intact? Impressive. You certainly had a very interesting educational journey. Eight schools in five years. They haven't built one strong enough to hold me. I bet this place won't be any different. Давайте разбираться. Did your mother tell you we were roommates back in the day? Did your mother tell you we were roommates back in the day? Did your mother tell you? Твоя мама говорила тебе? We were roommates. Мы были соседками по комнате. We were roommates back in the day. Back in the day – это значит давным-давно. Давно, да? Еще в те дни. And you graduated with your sanity intact? Graduated – это выпускаться, то есть заканчивать школу. И вы закончили школу with your sanity intact. Sanity – это здравомыслие. Intact – это нетронутое. Иногда, кстати, используется как некастрированное. И вот можно записать, да? Sanity intact – нетронутый рассудок. Мы не говорим, там, нетронутые здравомыслия, да? Нетронутый рассудок. Sanity intact. And you graduated with your sanity intact? И вы закончили школу в здравом рассудке? Impressive. Impressive. Впечатляюще. Impressive. Уоу! Я вот, например, смотрю сейчас, и после такого количества пропусков моих на Ютубе, у меня там тысяча просмотров на Уэнсдэй, и я такой смотрю себе, говорю, Impressive. You've certainly had a very interesting educational journey. You've certainly had. Certainly у нас уже встречалось. Да, определенно. Had a very interesting educational journey. An educational journey. Educational – слово education. Это образовательное. Journey – это у нас приключение. Или, как по-американски, journey. Приходится переключаться между акцентами. Eight schools in five years. Восемь школ in five years за пять лет. They haven't built one strong enough to hold me. They haven't built strong enough to hold me. They haven't built. Они не построили до сих пор. А у нас present perfect. Они до сих пор не построили one. Такую. Strong enough. Достаточно сильную или достаточно крепкую. To hold me. Чтобы меня сдержать. I bet this place won't be any different. I bet this place won't be any different. I bet. I bet. Это у нас держу пари или готов поспорить. I bet. This place won't be any different. Это место won't be any different. Не будет ничем отличаться. Смотрим дальше. Без субтитров. I bet this place won't be any different. I believe what our daughter is trying to say that she greatly appreciates the opportunity. Nevermore doesn't usually accept students midterm. But given Wednesday's perfect grades and your family's long history with the school, I've spoken with the board and we've made an exception. Тут сейчас будет классический косяк с субтитрами, кстати. I believe what our daughter is trying to say that she greatly appreciates the opportunity. Он еще вначале говорит. I believe. Я верю, да? Я считаю. What our daughter is trying to say что наша дочь is trying to say и пытается сказать is that she greatly appreciates the opportunity. Greatly appreciates. She greatly appreciates the opportunity. Greatly appreciates. Она высоко ценит. Я специально жирно выделил. Высоко ценит. The opportunity. Это возможность. Или еще по-другому шанс. Как в песне Эминема. This opportunity comes once in a lifetime. Кстати, если хотите, чтобы я разобрал Эминема, тоже напишите, ладно? Nevermore doesn't usually accept students midterm. Nevermore doesn't usually accept students midterm. Nevermore doesn't usually accept students. Что такое accept students? Это принимать студентов. Accept students. Принимать студентов. И midterm. Или как она говорит? Midterm. Это середина семестра. Nevermore doesn't usually accept students midterm. Nevermore обычно не принимает студентов посреди года. But given Wednesday's perfect grades. Given Wednesday's perfect grades. Perfect grades. Идеальные оценки. Вы знаете, да, что у них там система? Буквенная. Так что если A+, или как по-другому говорят, A student. She's an A student. Она отличница. And your family's long history with the school. И длинная история семьи вашей. Со школой. I've spoken with a board and they've made an exception. I've spoken with a board. The board. Или the board. Правление или руководство. Руководство школы. То есть I've spoken with a board. Я поговорила с руководством школы. And we've made an exception. И мы сделали что? Сделали исключение. Make an exception. Лариса, what about Wednesday's therapy sessions? The court ordered them. The school has a relationship with a therapist in Jericho. She can meet twice a week. Did you hear that, my little storm cloud? You're an excellent ass. We'll see if she survives the first session. Лариса, what about Wednesday's therapy sessions? Лариса, what about Wednesday's? Лариса. What about Wednesday's? Что насчет... Wednesday's therapy sessions. Therapy sessions. Что у нас такое therapy session? Therapy session. Это сеанс психотерапии. Я думаю, что каждый человек, который живет в власти, должен пройти целый курс therapy session перед тем, как придет к власти. Иначе... Иначе... Начинаются большие проблемы. У всех. The court ordered them. The court ordered them. The court... Это суд. Court. Суд. Это, конечно, судья. The judge. The court ordered them. Суд назначил их. The school has a relationship with a therapist in Jericho. The school has a relationship with a therapist in Jericho. То есть, у школы есть отношения с терапевтом. Вообще, therapist – это человек узконаправленной профессии, именно врачебной или докторской. Ну, можно как бы therapist, как психотерапевт. In Jericho. В Jericho. Еще и Jericho можно, конечно, привести как Ерихон, но это уже будет библейская история. Есть, на самом деле, насколько я знаю, в Израиле город, который так и называется, Ерихон. Он еще был в Библии. Кому интересно, может подробнее почитать. Я вот сейчас не буду вдаваться в подобную лекцию. She can meet twice a week. Она может встречаться twice a week, два раза в неделю. Did you hear that, my little storm cloud? Ты слышала это? My little storm cloud. My little storm cloud. Моя маленькая грозовая тучка. Можно, наверное, отдельный выпуск сделать на... То, как нежно называет ее отец. You're in excellent hands. Ты в прекрасных руках. Я тоже это добавил. You're in excellent hands. We'll see if she survives the first session. We'll see if she survives the first session. We'll see. Посмотрим. If she survives... Ну, это survive, это выживать. Если она выживет, или, как мы говорим, выживет ли она... The first session. The first session. Первый сеанс. По-русски было бы как... Посмотрим, выживет ли она после первого сеанса. I've assigned you to your mother's old dorm. Офилия Hall. Refresh my memory. Офилия is the one who kills herself after being driven mad by her family. Correct? I've assigned you to your mother's old dorm. I've assigned you to. Я определила тебя в... Ну, то есть записала тебя. Можно, конечно, сказать, поселила. I've assigned you to. Я определила тебя в your mother's, твоей мамы, старую общагу. Том. Общага. Офилия Hall. Зал Офилия. Офилия здесь у нас... Отсылка, конечно, к Гамлету идет. Она, в принципе, объясняет в дальнейшем. Это возлюбленная Гамлета. Refresh my memory. Fresh это свежий. Refresh это заново. Получается сделать свежим. Это освежить. Refresh my memory. Освежи мою память. Офилия is the one who kills herself. Офилия – это та, the one who... Та, которая kills herself. Убивает саму себя. Who kills herself after being driven mad by her family. После того, как... Be driven mad by. Давайте запишем. Be driven mad by. Быть сведенным с ума. А если вы хотите кого-то свести с ума, получается... You drive somebody mad. Например... Lots of people are driven mad by the news on TV. Correct? Правильно? Should we go meet your new roommate? Should we go meet your new roommate? А не пойти ли нам познакомиться с твоей новой соседкой? По комнате. It's so vivid. Вивид – это прямо очень ярко. It's so vivid. Она такая яркая. Howdy, Руми! Howdy – это такое южное приветствие американское. Если вы фильм смотрели про ковбоев и про гору. А у нас есть этот выпуск, кстати говоря. То там они, кстати, часто поднимают шляпу и говорят... Howdy! Руми – это уменьшительно ласкательное. Это как соседушка. Ну, привет, соседушка! Howdy, Руми! Wednesday – this is Enid Sinclair. Wednesday – this is Enid Sinclair. Это классическое приветствие, которое мы, в принципе, наверное, везде учат. Там даже в школе. Так вы представляете человека. This is Neil. Neil – this is Wednesday. Или можете свое имя там внизу написать. Are you feeling okay? Ты в порядке? Ты хорошо себя чувствуешь? Are you feeling okay? You look a little pale. You look a little pale. Ты выглядишь немного... Pale – это бледный. You look a little pale. Ты выглядишь немного бледный. Wednesday always looks half dead. Wednesday always looks half dead. Look half dead – значит выглядеть... полумертвый. Давайте запишем. Вы или запомните, или пишите. Не забывайте, карточки... Ссылка на карточки есть в описании. Look half dead – выглядеть полумертвый. Half dead. Wednesday always looks half dead. Wednesday всегда выглядит полумертвый. Welcome to Ophelia Hall. Welcome to Ophelia Hall. Все. Дальше продолжаем. Без саб. Not a hugger. Got it. Please excuse Wednesday. She's allergic to color. Oh, wow. What happens to you? I break out into hives, and then the flesh peels off my bones. Luckily, we've special ordered you a uniform. Enid, please take Wednesday to the registrar's office to pick it up along with a copy of her schedule, and give her a tour along the way. Not a hugger. Got it. Not a hugger. A hugger – это человек, который любит обниматься. Not a hugger. Не любишь обнимашки? Got it. Got it. Хорошая фраза, чтобы, например, заменить. Я понял или я поняла. I understand. Я вам так и добавил там. Got it. I understand. Поняла. Или понял. Давайте, чтобы никому обидно не было, вот так сделаем. Та-дам! Please excuse Wednesday. Please excuse Wednesday. Пожалуйста, извини Wednesday. Прости Wednesday. She's allergic to color. She's allergic to color. Be allergic to – это она же. She is allergic to color. Be allergic to – это иметь аллергию на что-либо. She's allergic to color. У нее аллергия на цвет. What happens to you? What happens to you? Что с тобой происходит? Какая реакция у тебя? Какая аллергия именно? I break out into hives, and then the flesh is going to be a flower. I break out into hives. Вообще, если просто начать там переводить отдельно, там, break out into hives, получится, что как бы я залезаю в ульи. Но это не так. Break out into hives. Есть отдельное выражение, да? I break out into hives. Я покрываюсь сыпью, точнее, крапивницей. Вот как это выглядит. Не очень красиво. And then the flesh peels off my bones. И flesh – это плоть. И плоть слезает с моих костей. Luckily, we've special ordered you a uniform. Luckily, we've special ordered you a uniform. К счастью, luckily, we've special ordered you a uniform. Мы специально, как бы, заказали для тебя uniform. Это форма. Школьная форма. Please take Wednesday to. Пожалуйста, отведи Wednesday в, да, у нас? To registrar's office. Registrar's office – это офис секретаря школы. To pick it up along with a schedule. Pick it up и забрать в это же время along with her schedule. Она говорит schedule. With a copy of her schedule. Schedule – потому что она британка. В американском это, скорее, было бы schedule. В некоторых штатах тоже говорят schedule. And give her a tour along the way. And give her a tour along the way. Give a tour – это провести экскурсию. And give her a tour along the way. Along the way – это по дороге. И, как бы, между делом проведи экскурсию. Если вы дошли до этой точки, спасибо вам огромное, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите какие-нибудь комментарии, чтобы YouTube рекомендовал это видео. Мы с вами с прошлым, кстати, видосом хорошо постарались. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на канал, в Телеграме тоже, в ВКонтакте. Увидимся. Надеюсь, что уже завтра. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok